мир 21 века переполнен информацией получить ее человек может не просто быстро а мгновенно благо этому способствует интернет и всевозможные мессенджеры все меняется и перестраивается осталось ли где-то место для успокоения человеческой души конечно это книги причем не важно какая-то книга бумажная или электронная они поддерживают нас и вдохновляют становятся источником идей и настроений май завершает весенний период в мае были рождены великие умы современности примечательно но именно на этот месяц выпадает огромное количество писателей юбиляров с некоторыми из них я сегодня вас познакомлю и так сегодняшний обзор открывает писательницы телеведущая интеллектуальной передачи школа засловия автор романа кысь татьяна толстая семья писательницы такая же колоритные необычное как и татьяна дедушка по отцу знаменитый писатель алексей толстой создавший незабвенный золотой ключик или приключение буратино и как позже поделилась татьяна никитична взяться за перо самой а не только читать и рецензировать чужие произведения девушку заставила банальные обстоятельства после произведенной на глаза операции татьяне пришлось месяц пролежать с повязкой от безделья чтобы скоротать время татьяна никитична начала сочинять тексты так родились первые сюжеты будущих произведений писательницы толстой сняв повязку татьяна толстая сразу же взялась переносить фантазии на бумагу так родился дебютный роман вышедший популярном журнале аврора под названием на золотом крыльце сидели рассказ тут же был признан лучшим литературным дебютом 80-х годов вдохновленный успехом татьяна толстая пишет еще два десятка рассказов эти произведения охотно приняли модные толстые журналы новый мир знамя и октябрь сейчас писательница свободное время уделяет блогингу а также творческим встречам с поклонниками 130 лет назад родился один из самых загадочных писателей 20 века михаил афанасьевич булгаков его имя до сих пор окутано множеством мифов а над разгадкой его самого знаменитого романа мастер и маргарита специалисты бьются уже много лет говорят михаилу булгакову очень нравился фауст иоганна гетте сам писатель часто сравнивал это произведение со своей жизнью дело в том что творчество булгакова очень нравилось иосифу виссарионовичу сталину говорят он любил пьесу дни турбинных и смотрел спектакль не менее 15 раз такое покровительство тяготило писателя и он не раз сравнивал свои отношения со сталиным дружбой с сатаной оказывается наш любимый советский фильм иван васильевич меняет профессию был снят по мотивам пьесы михаила булгакова иван васильевич которая была написана в 1934 году да мы тоже были в шоке сегодня имя михаила булгакова знакомо практически каждому его книги переиздаются огромными тиражами по его произведениям снято множество фильмов а пьесы с успехом идут в лучших театрах страны в мае месяце свой юбилей отмечает один из самых успешных и в то же время один из самых нетипичных русских писателей мастер ретро-детектива новейший историк человек с тысячи лиц борис акунин настоящее имя писателя бориса акунина григорий чархишвили однозначно указывает на грузинское происхождение прежде чем стать акуниным григорий вполне успешно работал как переводчиком так и литературоведом из-под его пера вышло несколько литературно-критических статей переводы японской английской американской литературы работы эти вышли в цвет под настоящим именем писателя поклонники творчества писателя до сих пор спорят о происхождении его псевдонима считается что его можно понять двояко например японское слово акунин не имеет зеркального перевода на русский язык примерный перевод может звучать как злой человек разбойник человек не соблюдающий законов а еще его можно прочитать как фамилию известного анархиста серебряного века бакунина творчество для бориса акунина по его же словам это игра игра по определенным правилам писатель следует им конечно неуклонно сегодняшнем обзоре я рассказала вам о самых известных ювеляров мая их творчество продолжает оставаться актуальными сейчас читайте и будьте счастливы